В день церковного новолетия епископ Сочинский и Туапсинский Герман совершил божественную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы города Сочи. Начало индикта совпадает с днём памяти преподобного Симеона Столпника, которого ещё называют небесным человеком, земным ангелом и светильником Вселенной. Всех вас, дорогие братья и сёстры, я поздравляю с новолетием церковным, началом нового церковного года. Сегодня память совершается преподобного Симеона Столпника, матерью Марфы. Мы как-то не так глубоко обращаем внимание на вот это событие. Обычным, традиционным, уже общепринятым является дата Нового года, вот 1 января. Мы совершаем торжественные молитвы и пения, мы говорим прекрасные слова, пожелания. Посмотрев на то, как вообще живёт народ Божий в нашем гражданском обществе, несколько расстраиваешься и сокрушаешься о том, что, в общем-то, даже православные люди забывают о настоящей дате Нового года. Очень символично, что Новый год церковный начинается памятью преподобного. Что вообще делали преподобные в своей жизни? Они совершали подвиг. А что такое подвиг? Это действие. Это самоотверженный труд. Вы понимаете, с чего начинается у нас год? С каких величайших примеров? Пример подвига, пример веры, пример любви к Богу. Хочется пожелать всем нам, Новому церковному году, чтобы у нас не спустилась планка веры, градус веры, чтобы мы не охладели с вами в любви. И, конечно, возблагодарить Бога за год прошедший. За усердное служение Церкви Божией и в связи с 50-летним юбилеем со дня рождения настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы Протеерей Леонид Власов был награжден медалью Сочинской гепархии апостола Симона Канонита Третьей степени. Также здесь собрались с вами на молитву, чтобы упомянуть доброе имя, память дорогого батюшки Схерхимандрита Симеона. Сегодня день ангела у него. Кто-то знал лично, кто-то потом прочитал, уже узнал о батюшке Симеоне. После божественной литургии в часовне во имя этого святого на территории Свято-Успенского храма была совершена заупокойная лития на месте упокоения Схерхимандрита Симеона Нестеренко, одного из последних глинских старцев, горячо любимого верующими при жизни и почитаемого по его кончине. Любовь к известному на Кавказе старцу Симеону собрала в этот день его духовных чад многочисленных паломников из разных уголков нашей страны. Кем он был, такой любимый и почитаемый простым народом и духовенством человек? Ответ дают дела с Херхимандрита Симеона. Он тот, кто сумел обрести главное, найти необходимое каждому из нас любовь, которая есть Бог. Дорогие братья и сестры, 17 сентября церковь празднует образ Пресвятой Богородицы Неополимая Купина. Этот образ один из древних и в то же время один из самых сложных в истолковании, в понимании. Образ Пресвятой Богородицы Неополимая Купина связывает нас с историей Ветхого Завета, а именно с явлением Бога, пророка Моисея у подножия горы Синаи. Господь явился Моисею в образе тернового куста, который горел и в то же время не сгорал. Что по мысли толкователей Священного Писания явилось прообразом самой Богородицы, которая носила в себе Бога, Спасителя мира, огонь поедающий. В то же время сама, будучи человеком, ее естество человеческое осталось нетронутым этим огнем поедающим, которым является для нас сам Господь. Со временем то, что на иконе изображалось пламя и, так сказать, много таких образов, которые дали повод обращаться к Божьей Матери перед этим образом в случаях пожаров, при возникновении огня, стихий. И с годами все, кто были связаны с борьбой, с пожарами, с огнем, стали почитать этот образ своим, так сказать, покровителям и Пресвятой Богородице, в частности. И молитва перед этим образом зачастую избавляла от огня, от пожаров. И в этот день в соборе будут молиться представители МЧС, пожарной охраны, пожарного надзора с просьбой о том, чтобы Матерь Божия укрепила в их служении, подавала помощь внесения этого такого непростого, очень важного и необходимого служения, о том, чтобы, прежде всего, помогало сохранять мир в сердцах наших. Потому что, если есть мир, то и всю остальную помощь от Бога мы можем получать. ПЕСНЯ Сегодня православный праздник иконы Божьей Матери и Полимина Купина. Поэтому мы сегодня коллективом Сочинского пожарно-спасательного организма и управления по городу Сочи надзорной деятельности собрались в данном храме для того, чтобы поучаствовать в службе, помолиться за нашу Родину, за наших ребят, те, которые сегодня также и на передовую мы полностью поддерживаем это и будем уповать на Божьей Матери. Данный праздник имеет глубокий корни в России и испокон веков считается, что Матерь Божья всегда оберегает кровь, дом, быт, оберегает всю семью от возникновения пожаров. Поэтому выполняя свой служебный долг мы уповаем и на Господа Бога и на Матери Божьей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Детский сад Детский сад 83 уже много лет занимается духовно-нравственным и патриотическим воспитанием самых юных таких вот причастников Божьего слова. Наша программа которую мы в прошлом году опубликовали «Откроете сердца для добродетелей по духовно-нравственному воспитанию» нашла признание в конкурсе Мы стали лауреатом фонда преподобного Серафима Саровского 120 человек победителей были приглашены в 4-ю обитель Богородицы Свято-Троицкий Дивеевский монастырь Там была большая программа не только культурного содержания и духовного педагогами на отдельных секциях так как участвовали педагоги и школьного и высшего звена и дошкольного Мы общались на тему наследия преподобного Серафима Саровского и обсудили актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания в сфере просвещения Каким образом можно в светские учреждения внедрить православный компонент Как сделать это аккуратно для других культур Мы знаем что у нас многоциональная страна но в любом случае ценности православия на которых основывается любое знание Ведь да любое знание начинается с веры Вот мы говорим ребенку дважды два а он математики еще не знает Он же нам верит Говорили о том что недостаточно на сегодняшний момент только внедрения например в школах урока основ православной культуры которая длится один час Ценности семьи ценности любви к родине к отчизне к своей Вера в Господа нашего Иисуса Христа она должна прослеживаться через весь образовательный процесс Мы в детском саду в 83-м занимаемся не только воспитанием дошкольников Мы ведем большую научную деятельность в деле казачьей педагогики Казачья педагогика что это такое? Ну это прежде всего воспитание человека воспитание человека для которого вера в Бога это не пустое слово а служение большое И мы работаем над тем чтобы непрерывное казачье образование развивалось чтобы казачья педагогика получила наконец научное признание в этом сделаны уже первые хорошие шаги благодаря созданию нами в Краснодарском крае сетевого взаимодействия дошкольных учреждений где присутствует региональный казачий компонент куда мы можем включить элементы хотя бы основ православной культуры в светское дошкольное воспитание не навязчиво аккуратно чтобы это было светло от сердца и душевно очень было приятно сегодня в храме преображения видеть подготовительную группу наших девочек-казачьих со своими родителями заслуга семьи в этом они нам конечно скорые помощницы я познакомилась со многими коллегами своими из других регионов у нас прежде всего патриотическое воспитание мы приграничный регион вот это важно это мы не просто окраины я бы сказала мой рубеж южный я на дошкольной секции выступала с докладом по поводу того каким образом можно объединить и увеличить методическую базу учреждений просто ведь так бывает взять бы любую организацию не только в сфере образования кто-то придумал интересную там методическую разработку создал какие-то сценарии но это все в рамках одного учреждения остается вот и я говорила каким образом сетевое взаимодействие не случайных людей объединяется вместе каким образом им можно управлять как можно делать общий всероссийский банк вот этих материалов для того чтобы не просто себе что-то придумывать новое а чтобы делиться а главное чтобы в казачьей педагогике выстроилась система я например узнала много современных технологий которых раньше не владела этими методиками и теперь в настоящее время мы пытаемся на работе вот с коллегами осмыслить каким образом мы вот эти вот ноу-хау можем привлечь вот в наш региональный компонент так чтобы это было и современно и чтобы это сохранились материалы культуры казачества как это все теперь скомпилировать объединить и провести вот эти интегративные связи и как это может нам помочь в деле образования дошкольного у нас создан казачий круг дошколят Кубани куда входит очень много муниципалитетов из других регионов там уже Благовещенск у нас есть город Грязи у нас в центральной части России приехал и вот в этот раз вот там в Свято-Тебеевском монастыре к нам примкнул еще один казачий детский сад уже хаперских казаков чем хороши чем хороши такие конкурсы мы знаем что педагог своей работой живет и вот это общественное признание очень ценно для того чтобы мотивировать людей на дальнейшие подвиги и пообщаться и помолиться вместе потому что когда такие встречи происходят вот в таких местах то кто-то открывает для себя что-то новое прикоснувшись к святыням мощам пройтись по святой канавке Богородицы вместе это дорогого очень стоит побывав в четвертом деле Богородицы мы поняли что это все не случайно что это все не напрасно и благословение батюшки Серафима теперь нам будет только помогать в наших дальнейших трудах на благо просвещения